И в завершении на главной сцене Дворца культуры Арктика прошел концерт, посвященный вековому юбилею ВЛКСМ, главной советской молодежной организации, через которую прошли десятки миллионов человек. После более чем 70 лет существования в 1991 году исчезла в один день. Но до сих пор тысячи бывших комсомольцев по всей стране бережно хранят память о ней. В этом смогла убедиться и наша съемочная группа. С выноса легендарного знамени 1984 года, которое сейчас хранится в Ненецком краеведческом музее, начался праздничный концерт «Столетие ВЛКСМ». И многие ветераны в этот момент не смогли сдержать слез. Комсомольские поколения, о них сложено немало песен и стихов, написаны романы и сняты кинофильмы. Они внесли в историю свою неповторимость, свою биографию, свое мужество. Для первого поколения комсомольцев это были революции, гражданская война и, конечно, пятилетки. О их трудовом подвиге рассказала первая секретарь Наринмарского огоркома комсомола ВЛКСМ Ульяна Истомина. Ехали в тундру, обучали детей ненецкой тундры и создавали предпосылки для создания в округе интеллигенции из коренного ненецкого населения. Это об этом времени, о роли школы 30-х годов. Потом Черчилль скажет, в Отечественную войну победила советская школа. На долю следующего поколения комсомольцев выпала Великая Отечественная война. С ее первых дней сотни тысяч членов Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, не дожидаясь повесток, добровольцами записывались в Красную Армию и Народное Ополчение. Всего за годы войны в армию на флот было отправлено свыше трех миллионов комсомольцев. Юность третьих выпала на героические трудовые годы послевоенного восстановления страны. Они поднимали из руины пепла города, села, благодаря их труду оживали цеха и заводы. Нет той сферы жизнедеятельности, где не участвовали бы комсомольцы. Организация соревнований молодежных бригад, конкурсов профессионального мастерства, субботников и воскресников, выезды агитбригад с концертами для тружеников села, собирали металлолом и макулатуру, организовывали концерты и спортивные мероприятия. Вела активную комсомольскую деятельность жительница Наринмара Нина Чашева. Вступила я в школе, где-то в числе первых нас приняли в классе. Ну, а потом в педучилище. А потом стала работать в пионерской вожатой. А пионерская вожатая – это та же работа с комсомольцами, с пионерами. Ну, и у нас была хорошая связь с комсомольцами Печорского лесозавода. Вот. Мы туда на субботники ходили, помогали, собирали материалы у участников Великой Отечественной войны. Ну, хорошее было время. Теперь имя Нины Чашина и еще 332 ветеранов комсомола, пришедших на концерт, навсегда войдут в историю Ненецкого округа. Было принято решение, что данные списки мы опускаем в капсулу. И эту капсулу мы сейчас попросим нам ее сюда принести. Праздничную капсулу с именами комсомольцев разных лет ветеран Нинецкого окружком комсомола в ЛКСМ Вячеслав Карипанов передал главному научному сотруднику отдела истории Нинецкого краеведческого музея Марине Колавангиной. Списки, которые сюда опущены, подскажут сотрудникам нашего музея, кому можно обратиться за фотографиями, воспоминаниями, другими документами, а может быть и предметами, чтобы полнее раскрыть и сохранить эту историю. Капсула, как и знамя Нинецкой окружной комсомольской организации, будет вечно храниться в Нинецком краеведческом музее. Также в рамках торжественного мероприятия Вячеслав Карипанов зачитал обращение ветеранов-комсомолок молодежи Нинецкого округа. Ответное слово держал директор Центра молодежных инициатив Даниил Исполинов. Спасибо вам огромное. Я вас заверяю, что сегодня есть продолжатель этих дел и традиций. У нас достаточно много организаций серьезных, молодежных. Это и Российское движение школьников, и Союз коммунистической молодежи, и Молодая гвардия Единой России, Юнармия, волонтеры Победы и другие молодежные организации, большие и маленькие, добровольческие различные, у которых, как и у комсомольцев 50 и 100 лет назад, есть общие черты. Это огонь в глазах и сердце, это желание работать в команде, желание помогать ближнему, строить наше светлое будущее.